Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания воздушного судна в турецком аэропорту. Генконсульство России в Анталии сообщило, что обеспечило питанием и проживанием всех пассажиров лайнера компании Азимут. Там, собственно, пожар и произошел. Ночью самолет, который летел на турецкий курорт из Сочи, совершил жесткую посадку из-за ветра и загорелся. Владимир Баклан с подробностями далее. Эти кадры сделали пассажиры авиарейса Сочи-Анталья. Вместо красочного приземления в ночной Турции они сняли горящий самолет. По словам Юлии, во время посадки почувствовался сильный удар. Она была одной из первых, кто покинул борт. Наш самолет загорелся при посадке. Летели в Анталию и Сочи. Едем дышать все в дыму. В этот момент пожарные уже приступали к тушению. Первым расчетом потребовалось две минуты, чтобы оказаться на месте. По одной из версий, во время грубой посадки самолет двигателем ударился о взлетно-посадочную полосу. Он-то и загорелся. А вот почему борт садился жестко, уже пояснили в авиакомпании. При посадке самолета авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс Сочи-Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка. Командир привел решение об эвакуации по надувным трапам. Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал. Пострадавших нет. В настоящее время авиакомпания «Азимут» готовит резервный борт для отправки обратного рейса. Сдвиг ветра – резкая смена направления воздушного потока. По словам метеорологов, Турция сейчас испытывает на себе удар стихии. Вот так сейчас выглядят трассы в центре страны. Вот уже третьи сутки заметает снегом. А это уже кадры со Средиземноморского побережья, где сильным ветром буквально сдуло лагерь рабочих. Кроме того, за последние несколько дней из-за сильного ветра в Стамбуле, Анкаре и самой Анталье нарушалось воздушное сообщение. Вот и на этот раз из-за инцидента аэропорт на несколько часов закрыли. Более 20 самолетов вынуждено сели в других городах Турции. Пассажиров пострадавшего самолета разместили в здании аэровокзала. Вот мы оставшиеся пассажиры, выжившие, получили наш багаж наконец-то. Спасибо вот этому человеку, который нас покормил, напоил, хлопший чай, не бросил нас. Так, у меня две курицы еще. Есть курица еще одна? Помощь пассажирам оказали не только представители аэропорта. Ситуацию на контроль взяли российские дипломаты. В генконсульстве сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Круглосуточно работает телефон экстренной связи. О проверке инцидента со своей стороны заявили и в Следственном комитете. Тем временем застрявшие пассажиры Азимута после получения багажа готовятся к трансферу. Остальных, кто собрался вернуться в Россию, разместили в гостинице. В ближайшее время они собираются подать коллективный иск на авиаперевозчика и потребовать компенсации материального и морального ущерба. Владимир Баклан, Екатерина Великая, Москва, 24.